Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Мастодонт, и вашему вниманию представляю очередное сражение в режиме 3 на 3, карта Казир Лютиен. Режим стоит игры быстрый старт, у всех по 10 тысяч ресурсов и влияния. Играю я за Тау, конечно же, быстрый старт, еще за кого играть. Так, со мной в команде Пунишер играет за Тау, и еще один Тау, Баквит, играет тоже за Тау. 3 Тау у нас в команде, против нас Бигдог 22 играет за Тау, за Некронов играет RTX, RTX вроде играет. Чисто за Некронов. Еще один Некрон, Саблим Миналол. В общем, Некрон будет. Что интересного тут, мне кажется, у нас с Бигдогом одинаковые раскраски, я что-то не припоминаю, что у него была такая раскраска. Может, у меня подсмотрел. Только у меня была такая раскраска. И поставил я две казармы. Знаете, три казармы, как у Бигдога, это слишком лишние были бы. Две казармы вполне хватает. Сразу перехожу в Т2. Одного строителя посадил на генераторы. Одного строителя посадил на посты, застрой точек. И два рабочих занимаются прокачкой, развитием моей расы. Ставлю Путь к Свету. Еще я затупил немного. Ставлю командный пост Као Йон. И начинаю прокачивать своих воинов огня, невидимок. Тоже самое делает Бигдог, но у него есть Веспиды, мухи. Тоже играет через Као Йон. Сразу одновременно ставит техническую станцию. И команды пост Као Йон. Не застраивает пока точки. У Некронов все просто, они застраиваются очень много турелями. А у Некронов 20 тысяч энергии. Да. Да, чуть-чуть отличается раскраска, у него есть оттенки зеленого. Видите, у него командор зеленый. А у меня все черные. Багквит собирает свои войска перед базой Некрона. Смотрите, что делает Некрон. Некрон поставил монолит RTX возле базы. Багквита. И начинает ее прокачивать, чтобы перепрыгнуть. Нить через всю карту. Кстати, игра была в режиме автоподбор. То есть, пацаны в команде. То есть, BigDog, RTX и еще один Некрон, вот этот Sublim. Тоже были в команде они все. Обычно я обхожу стороной быстрые старты. Игра однообразная, я считаю, на спаме и пошел. Ну, довольно эпичные сражения получаются. Но видите, когда у всех много денег, это как для детей. Это как будто игра. Ну, тут прогоняют нашего союзника Тау. Потому что совместные войска двух Некромов атаковали его войска. И не может он сражаться против двоих, конечно же. И он сступает назад. По центру наш союзник, под ником Punisher Karate, в переводе. Не знаю, чем занимается. Сделал скатов. Круто сделал. Стоит. Если бы по центру его проатаковали бы, его бы уже снесли. Потому что он не спамит ни войска. Поставил три казармы. Для чего интересно, непонятно. Раз ты не выводишь ни из одной из них. Зачем тебе три казармы. Тем временем я на спаме очень много. И пришлось мне делить тут один отряд, чтобы вывести телехранители эфирила. Героически продолжает стоять в баквит. Видим, что Павел знает, как играть в режиме быстрый старт. И бесполезный скат с бесполезными кутами прибегают на помощь к баквиту. Тем временем продолжает поднимать свой монолит РТХ. Также решил Биг Дог сместиться в центр. Видимо, они решили троем проатаковать нашего баквита. И я начинаю выдвигаться. Я вижу, что там очень много войска все на топе. Сконцентрировались. Также я заметил, что в центр туда же передвигается и Биг Дог. И Тау, и два Некрона. Я их подсветил. Ну как, мои союзники их подсветили. Я просто следил за сражением. И начинаю выдвигаться в сторону своего противника. Перепрыгнул своими невидимками в Биг Дог. Пытается расстрелять мух, которые его подсвечивают. Догонка. Редактор субтитров. true. тLaughs. и 준 Продолжение следует... 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 атака. Ставлю еще одну техническую станцию и запускаю спаны из технических станций. Гроиды, стационарные. Пишу я, что твое против одного. Каждый занимался бы своим соперником, почему бы нет? Подходит сюда монолит. Начинает уже постреливать воинополня и ад не для меня. Сделаю я кутицу. Очень много уничтожителей от АТХ. АТХ теперь приключился на мою сторону. Видимо, уже все. Перестал на топе, нет? На топе у него есть бессмертные. Да, пачка бессмертных. Ложный монолит стоит. Остальное ему помогает гигдогу. Начинает редеть мои воины огня из-за монолита, который очень сильно потихоте бьет именно. И делает телепорт. РТХ. Своим основным монолитом, походу. Да, это его основной монолит. Крайне неудачный телепорт. Прямо к врагам прыгнул он. Садится на пятую точку его монолит. Скоро будет улетать себе на базу, да. Потерял он свой монолит. Спам дроидов продолжается. Видите, стационарные дроиды тут. Обычные дроиды из предвестников. Битдогов по экономике все плохо и плохо. Против дроидов лучше делать антитех больших уничтожителей. Эти уничтожители просто уничтожаются и не подходят даже к моим воинам огня. Скидываю и орбитальный удар от эфирила. Он перезарядился, что стоять. Саблим пишет, что ненавидит Тау. Ну что, а я ненавижу некронов. Некронов. Считаю, что за некронов играть совсем легко. Поэтому я не признаю эту расу вообще. Вообще на халяву можно заказывать воинов некронов. Наспаймил на Т1, на Т2 и пошел спушил просто. При этом не потерял много ресурсов. Имбовые турели, чтобы тоже... Поэтому я не играю за некронов. Слишком скучная раса. В быстром старте, если играть, то... За Тау. Тау это сила. То есть, а прикачанная Тау это монстр. Самое главное, не поддастся горячему. Охладнокровно, потихоньку, миллиметр за миллиметром, отжимать у врага. И просто в угол его загнать и расстрелять. Очень много невидимых баг-вита. Перепрыгнул на базу к Саблиму. Саблиму всю игру плачет. Что это глупо. Что это тупо. Вот такой вот талк, как на Пунишере. Он бы в легкую проиграл бы уже давным-давно. А, я написал еще, чтобы по миду атаковало. Вот он пошел по миду, наконец-то. И очередной монолит приближается к Саблиму. Теперь уже монолит. Также сюда едет и монолит РТХ. Теперь они решили троем дефать. Телепортирует свой монолит. И куда же он телепортируется? Все идут на меня, конечно же. С двумя монолитами, все дефы в Дога. Видимо, Биг Дог предводитель этой группы, этой команды. И очередная у меня курица, очередная курица, которая танкует. Сносит задание. Монолит, конечно, очень неприятно раскидывает пехоту. Но расстреливаю, видите, монолит очень больно. И все, двойная огня расстреливает чисто. Даже танки, рыбоморы, фуншеры стреляют очень неправильно. Вот тут все они по монолитам. Садится и снова на попу саблин. И подбегает вперед РТХ своим монолитам. Я застанил монолитам ТХ, чтобы побежали вам, видите, монолитам ТХ. И дроиды, соответственно, с больными огнями быстро разобрались, чтобы оно не было так. Тем временем, лучше РТХ наплевать, что происходит у него на базе. Надо отдефить сначала Биг Дога, потом уже думать о себе. Биг Дог Корольша. Сначала защищать Короля. Вот. Все-таки Биг Дог уже сдает назад. Не ночит уже ничего противопоставить моим войскам. Не сливаясь из игры. Я только кинул обитальный удар. Урон проходит по Крутоксу, а по Кнарвуку. Остальное дело времени. Угу. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Максимальный прирост по влиянию и по энергии тоже максимальный прирост практически. Первое место занимаю я, по армии набираю 4565, а мой союзник Баквит набирает 5095. Пунишер набирает 2460, RTX набирает 1110, Биг Доп набирает 3010 и Саблим набирает 2060. Убита мной 551, потеряно 680, это в основном дроиды. Остальные смотрят. Кому интересно, смотрите. По ресурсам топ-1 занимаю я, практически в 2 раза больше всех набрал. И самый технологичный Баквит. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем мира и спокойствия, ребят. И удачи. Пока-пока.